Всем привет! Вы находитесь на канале Недрешев, канал о финансах, инвестициях и фондовом рынке. В этом очередном видео рассмотрим с вами ситуацию, сложившуюся на нашем российском рынке, а также на мировых площадках. Как обычно, смотрите это видео до конца, не перематывая, вам все станет предельно понятно. Ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на этот канал, чтобы быть в курсе всех событий и не пропускать новых выпусках. Ну а перед началом выпуска хочу напомнить, что сейчас продолжается акция от Риндензанс в кредит по кредитной карте «Разумная», в соответствии с которой вы получите 3000 рублей кэшбэка, заказав данную карту по ссылочке под видео в описании. Получение данной карты абсолютно бесплатно, обслуживание данной карты также абсолютно бесплатно. К тому же вам за этой карты не нужно никуда ехать, сотрудник банка самостоятельно вам абсолютно бесплатно ее привезет. Тратите под данной карты в первый месяц 3000 рублей на ваши привычные покупки и вам возвращает кэшбэк в соответствии с данной акцией 3000 рублей рублями обратно на карту. Соответственно компенсирую вам 100% данной покупки. Ссылочка под видео в описании, успевайте, акция временно ограничена. Итак, у нас главное событие на сегодняшний день был дивидендный гэп по Лукоилу, в соответствии с которым ожидаемо у нас образовался гэп на индексе московской биржи, который сейчас пытается перекрыть. Если мы посмотрим с вами на историю, то у нас уже несколько дивидендных гэпов образовывалось, которые в последующем закрывали. Первый у нас был дивидендный гэп Газпрома в 2022 году, далее дивидендный гэп Лукоилу, далее дивидендный гэп Сбербанка, ну и дивидендный гэп Лукоилу сегодня снова образовался, который частично пытается закрыть. Ну и как мы видим по Лукоилу, гэп не стараются быстро закрыть. Если опять же посмотреть на прошлый дивидендный гэп по Лукоилу, то после небольшого отскока акция долго топталась на месте и даже обновляла минимум после данного отскока. Поэтому я в этот раз в отскоке данном не участвовал, потому что на таких хаях я на самом деле в бумагу не хочу лезть. Даже спекулятивно здесь большой риски, а проверять данные риски своими деньгами я не хочу. Следующая немаловажная история это конечно же акции ВТБ. Напомню, что в своем закрытом телеграм-канале я размещал торговую идею по акциям ВТБ, целью которой была отметка 0.024. И в соответствии с которой мы достаточно четко ее исполнили. Далее я советовал продавать. И цель моя по данной акции был уровень 0.197.002. Сегодня, вернее вчера еще было озвучено, что цена размещения дополнительных обыкновенных акций ВТБ составит 0.018.225. И объем привлеченных средств будет 169.5 миллиардов рублей. Соответственно, сегодня мы увидели открытие с гэпом. Об этом я также в закрытом телеграм-канале писал, что мы откроемся в районе 0.024. Соответственно, из которого мы именно в этой отметке и открылись. Кто хотел, тот купил. На этом достаточно неплохо заработали на отскоке. Но почему сегодня мы увидели такой вынос вверх и закрытие от данного гэпа. Все просто происходит на том, что здесь достаточно большое количество было шортов перед данным событием. И эти шорты сейчас просто-напросто все вынесли. Вполне вероятно, что и по идее, если цена размещения будет как раз-таки и сама доп. эмиссия будет открытой, соответственно, мы увидим отметку в районе 0.019, либо еще даже пониже. Поэтому, ввиду новых вводных касательно ВТБ, каких-то фундаментальных оснований покупать бумагу сейчас даже на средний срок, данная тенденция и настрой по данной бумаге, он пропал. В связи с тем, что все мы прекрасно помним, что ВТБ покупал и банк открытия. Для этого была доп. эмиссия в начале года. Сейчас уже речь идет о покупке доли в Яндексе. И, естественно, на эти цели будут потрачены деньги как раз-таки от доп. эмиссии. Но, опять же, здесь встает вопрос, если деньги будут потрачены на эти цели от доп. эмиссии, то за счет чего будут формировать и гасить дыры, так скажем, закидывать свои по достаточности капитала. И здесь, на этом фоне, встает вопрос по дивидендам в 2024 году. Вполне вероятно, что и в 2024 году дивидендов может не быть. Соответственно, интерес покупать данную бумагу сейчас достаточно такой скудный. Единственное, можно покупать на доп. это ниже 0.02 и каким-то образом оставить на долгосрок. Либо, если будет дальнейшая коррекция, немножко частями докупать на небольшой объем. Сейчас же каких-то фундаментальных значений именно в покупке на средний срок я ВТБ уже не вижу. Но факт того, что я обозначивал первоначальную цель, до которой мы достигли. Но, а потом моя цель была 0.02, соответственно, к которой мы практически пришли. То есть, мое видение, оно, в принципе, оказалось верным и спасло многих от получения лосей. А также помогло на этой бумаге достаточно неплохо заработать. Кстати, ссылочка на мой приватный телеграм-канал, где я выкладываю свою аналитику онлайн. Свои сделки, свой портфель, мысли по рынку, торговые идеи. Ссылочка под видеоописание. Подписка есть на полгода, на месяц и на год. Цены абсолютно доступны каждой. Хотя бы на месяц каждый может себе позволить. За эту полугодие было достаточно много торговых идей, на которые подписчики просто шикарно заработали. Я думаю, что впереди будет еще не менее много идей. Но, опять же, ввиду того, что сейчас у нас дивидендный сезон скоро подойдет к концу. За счет которого, в принципе, наш индекс московской биржи подрастает. Вполне вероятно, что июль-август будут проходить в режиме такого боковика. Но если будут такие негативные новости от стороны геополитики, то и могут сделать коррекцию более глубокой. Но и немаловажной новостью, которая ожидаемая, это Сенат США одобрил законопроект на лимит госдолга. То есть, ранее была договоренность Байдена с Конгрессом по достижению поднятия лимита госдолга. И в конечном итоге данная договоренность была отнесена на одобрение Сената. И вот Сенат США наконец-таки одобрил законопроект по лимиту госдолга. В очередной раз, в чем я, собственно, не сомневался. И, конечно же, это стало драйвером для отскока. Во-первых, для нефти. Мы видим, что товаро-сырьевой рынок у нас достаточно неплохо отскочил. Нефть плюсует более чем на 1,3%. Но, а также в ближайшее время будет заседание ОПЕК, на котором будет решаться кокарские ценообразования на рынке нефти. И к этому заседанию, естественно, котировки нефти будут подрастать. Потому что рынок уже будет закладывать какие-то положительные решения от ОПЕК. Возможно, по сокращению добычи, чтобы поддержать котировки нефти. Хотя бы на словах, как это было в предыдущий раз. Так как многие участники, по факту, не соблюдали данные договоренности. И не сокращали в полном объеме, в соответствии с договоренностями, добычу. Но, хотя бы на словах, я думаю, что это как раз-таки взбодрит в очередной раз котировки нефти. И мы видим, что нефть, она в принципе зоны покупок 74-75, которую я уже неоднократно отмечал, снова пошла в рост. То есть, вот у нас эта зона 74-75, от которой снова у нас пошли котировки вверх. Я думаю, что в ближайшее время перед заседанием ОПЕК котировки будут еще разгонять выше. Ну и, конечно же, если мы посмотрим на золото, то есть, в принципе, у нас золото пошло откат. Но сейчас пытаются дойти до уровня 2000. Что здесь нужно понимать? Ввиду отсутствия дефолта в США, сейчас снова будут, так скажем, перекладывать свои денежные средства. Те же самые гособлигации, да, трежеря государственные. Соответственно, мы все прекрасно понимаем, что политика по ФРС в ближайшее время будет по-прежнему ястребинная. Да, если мы ставим на то, что в ближайшее время будут снова подниматься ставки, о чем, собственно, шла ранее речь. То, конечно же, рынок американский, он выглядит достаточно дорого. И я думаю, что держать бумаги американской компании, которые сейчас достаточно дорого выглядят, да, на фоне того, что доходность по облигациям на достаточно высоком уровне. Ввиду того, что ФРС по-прежнему будет поднимать ставку. Соответственно, что здесь можно предположить, да, что будут бумаги фиксировать и переводить данные деньги уже в трежеря. На этом мы можем увидеть ослабление американского рынка. Потому что, да, ввиду того, что трежеря не является достаточно серьезным таким вложением, да, безопасным. Тем более, за всю такую историю сейчас ставки находятся на своих максимумах. При том, что ФРС по-прежнему будет на ближайшем заседании данной ставки поднимать. Соответственно, эта привлекательная доходность будет приманивать к себе большие капиталы. И, соответственно, мы будем видеть на американском рынке некие распродажи. Но это мой взгляд. Поэтому я бы здесь особого позитива не видел, да, в данном повышении госдолга. На самом деле, здесь присутствуют и негативные факторы в целом для американского рынка акций. И мы можем увидеть просто-напросто отток из акций в трежеря, да, так как доходность по-прежнему достаточно привлекательная. Валютный рынок. Все здесь, в принципе, не меняется. Все находится на том же уровне. Не мы дошли до предыдущей консолидации. И мы видим, что доллар особо-то вверх и не идет. Почему? Да потому что, во-первых, если рынок закладывает в ближайшее время, на второй полгодии данного 2023 года, понижение, смягчение денежно-кредитной политики от ФРС, соответственно, укрепление доллара в мине будут немножко ослабевать. Плюс к этому, мы сейчас с вами видим риторику от нашего Центрального банка, где Центральный банк прогнозирует про инфляционные риски. По-прежнему видят про инфляционные риски и риск роста потребительских цен. О чем это говорит? О том, что в ближайшее время, скорее всего, Центральный банк будет поднимать ставку рефинансирования. Что само под собой будет подразумевать укрепление рубля по отношению к доллару. И перед заседанием Центрального банка уже можно будет видеть по костным признакам валютной паре рубль-доллар. Если рубль будет укрепляться, соответственно, рынок уже обладает инсайдом и заранее знает, что Центральный банк будет поднимать данную ставку. Поэтому, как минимум, на этих уровнях я бы валюту точно не покупал. По Газпрому ситуация абсолютно идентичная остается. Из него вышли достаточно большие объемы, которые заходили под дивидендную историю. И в отсутствии любого позитива, это отсутствие новостей по Силе Сибири 2, цены на газ находятся на минимальных уровнях. Спотовые цены на газ в Европе вообще обновляют минимумы. Единственным позитивным таким, я бы сказал, отсутствие негативного со стороны Турции сейчас, ввиду того, что выборы пришли и пришли не в пользу Эрдогана. Естественно, строительство газового хаба остается актуальным. Это единственная позитивная новость. Но я бы сказал, что это не позитивная новость, а ушли негативные факторы с этой стороны. В другом же мы видим, что котировки, они по-прежнему поджимаются данной своей поддержкой. Никакой ликвидности сюда не приходит. Все игроки с этой бумаги просто-напросто вышли. Единственное, остались фонды, которые держат бумагу долгосрочно. Спекулятивно здесь никаких идей абсолютно нет. И у меня по-прежнему при данных обстоятельствах, если не появятся какие-то новости внезапно по каким-то дивидендам промежуточным. Хотя Газпром платит раз в год и придерживается дивидендной политики. Я единственный, кто предугадывал, что по Газпрому не будут дивиденды. Я советовал в своем закрытом телеграм-канале на 180 продавать. Собственно, эта данная рекомендация помогла избежать огромнейших лосей у подписчиков моего канала. Поэтому по Газпрому никаких перспектив нет. Залазить в эту бумагу я бы не стал. Вообще, фундаментально, если рассматривать данную бумагу, то фундаментально ей бы прийти на уровень 140. Возможно, если спекулянты не будут данную бумагу разгонять на каких-то новостях, мы постепенно к этой отметке придем. В целом, наш рынок пока что имеет запас прочности на тех дивидендах, которые выплачивают крупные наши компании. Ну и, соответственно, мы практически дошли до финальной отметки 2800. И, возможно, на тех дивидендах, которые будут в ближайшее время выплачены нашими крупными компаниями Лукоилу, Роснефть и многие другие компании оставшимися, вполне вероятно, на рефинансировании данных дивидендов, данных сумм, мы можем увидеть поход к уровню 2800 по конечному итогу. Но нужно понимать, что этот уровень является достаточно сильным сопротивлением. И от этого сопротивления либо фиксировать свои позиции, даже среднесрочные, либо частично их закрывать. Потому что от этого уровня у нас, во-первых, к этому времени пройдет дивидендный сезон, ликвидность упадет. И, соответственно, мы можем наблюдать от этого уровня достаточно неплохой откат. Ну и надеюсь, что никаких негативных новостей со стороны геополитики не будет. Если же будут, то это добавит драйверам для коррекции нашего рынка. Поэтому сейчас мы находимся в такой важной зоне, зоны продавца. И ликвидность поддерживается пока что только теми реинвестированными дивидендами от наших крупных компаний. Повышение ставки Центрального банка, наоборот, играет отрицательный момент в этом плане, так как ликвидность будет снижаться. Центральный банк будет изымать из экономики денежные средства своим денежно-кредитным, манипулированным денежно-кредитной политикой. То есть, когда поднимается ставка, дорожают кредиты. Соответственно, из экономики уходит масса денежная. Ну, еще потому, что на кредитовании, так скажем, завязана вся практически наша экономика. Под кредитование кредитуются многие предприятия. Соответственно, выпускают больше продукции, пополняя оборотные средства. Тем самым, продавая больше продукции, население больше покупает, больше тратит деньги. В принципе, растет денежная масса, которая в том числе и поступает на фондовый рынок. При изъятии же наблюдается обратный процесс и часть денежных средств с рынка нашего просто-напросто уходит ввиду того, что повышается доходность менее рисковых инструментов, таких как вклады и депозиты в банках. При этом дорожают ставки по кредитованию. При дорожании ставки кредитований срадают, конечно же, и в том числе застройщики. Потому что чем дороже ипотека, тем меньше ипотеки берут, тем меньше покупают недвижимости у застройщиков. Все это здесь взаимосвязано, поэтому за этими процессами нужно следить. Ребят, вот такой небольшой обзор. Ссылочки все полезные под видео в описании. Первая ссылка на подписка на платный канал через TelegramBot. Вторая ссылка для тех, кто хочет заказать кредитную карту Разумная с кэшбэком 3000 рублей. Ну и третья ссылка это подписка на бесплатный Telegram канал, где я выкладываю все важные новости. На бесплатный Telegram канал нужно просто быть обязательно подписаны, чтобы быть в курсе всех важных событий. Ну а с вами был Дмитрий Шеф, всем хороших торгов, только прибыли. Сейчас достаточно, я бы сильно не рисковал на рынке, тем более не покупал обширным фронтом наши акции. Так как рынок практически находится на хаях перед большой коррекцией. С вами был Дмитрий Шеф, всем удачных торгов, всем пока-пока.